добрый вечер дорогие друзья вторник 18.00 в киеве 11 июля как я всегда сейчас говорю дату потому что наши зрители просят нас чтобы мы обязательно называли дату и таким образом они точно знали что мы в прямом эфире друзья дамы в прямом эфире и дмитрий гордон готов отвечать на ваши самые интересные вопросы он готов это правда и сегодня добрый 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 вечер дорогие друзья он готов сегодня у нас эфир такой очень насыщенный будет потому что ну прямо в эти минуты проходит исторический ну даже как сказал сам янс столтенберг саммит нато в бильнюсе исторически имеется в виду но мы подразумеваем для украины мы очень так хотим чтобы так было но он в первую очередь говорила швеции и финляндии которые сейчас уже понятно что вот практически без пяти минут финляндия уже швеция а говорить мы сегодня на в первую очередь с димой будем о перспективах украины перспективах украины и нато что же что же нам принесет этот саммит и не только об этом потому что кроме всего прочего очень много очень много дима куда ты пропал я не могу никуда пропасть поверь мне я здесь так что же это такое что у нас постоянно тут что-то меняется путин путин сволочь это он друзья да но но мы все равно с вами я почему-то не вижу нашего чата я не могу понять почему дима тебе видно наш чат мне виден наш чат очень я не понимаю почему нам мне не видно но но хорошо я сейчас постараюсь пока ты будешь рассказывать отвечать на мой вопрос я постараюсь с этой ситуации разобраться итак давай наверное начнем не с нато потому что по нато мы будем сегодня главная наша тема это нато и мы попытаемся понять что же там сейчас будет и что уже мы услышали давай начнем с того что порыдувало да этому саммиту нато а именно то что русские сми окрестили как удар в спину ножом эрдогана путину как предательство эрдогана путину расскажу для наших зрителей то есть что имеется ввиду имеется ввиду что владимир зеленский встретился с поехал в турцию встретился с эрдоганом эрдоган после этого заявил что скорейшее прекращение войны справедливым крепким миром будет способствовать процессу членства украины в нато и турция поддерживает территориальную целостность украины и верит дальнейшее упрощение процесса вступления страны в нато и кроме этого но они говорили еще о зерновой сделке кроме этого домой в украину на родную землю вернулись наши герои наши легендарные командиры азова защитники мариуполя азов стали денис прокопенко святослав калина и еще ребята и вот вот это конечно вызвало все комплексы этих всех мер вызвало просто истерику в раши сми я наблюдаю эту истерику добрый вечер еще раз дорогие друзья все кто нас видит и слышит я наблюдаю эту истерику уже несколько дней началась она с возвращения наших прекрасных ребят азовцев во главе с денисом прокопенко редисом настоящих героев я считаю вообще дениса прокопенко и святослава поломаря калину самыми большими героями войны это мое личное мнение со мной кто-то может согласиться кто-то нет но зная ситуация я считаю их самыми большими украинскими героями что не умаляет ни в коем случае героизма других ребят герои все но эти просто так такое величие духа и такое понимаешь это это символы понимаешь русские власть русская а наш как это политкорректно сказать не надо не сдерживай себя я размышляю нет я сдерживаю себя youtube просит меня сдерживать себя поэтому уважая правила ютуба я себя в последнее время сдерживаю хочется сказать что русская власть сплошные асы ас и летчики ас и но но сдерживаю себя говорю очень не хорошие люди ты понимаешь они настолько запутавшиеся причем это же у них постоянно все так было вот то тита хороший то тита наш лучший друг югославский лидер сороковые годы тита лидер партизанского движения президент югославии югославия наши друзья тита наш любимец тита и сталин вот они вместе все обращаясь к нашему чату друзья кто то еще помнит кто такой тита и ну иосиф брости то ты что это легендарная фигура потом раз тита враг заклятый враг такой враг то он был другом заходились в истерике от проявлений дружбы все газеты тон враг потом опять друг ну такой сдержанный что-то он с американцами крутит там такой сдержанный мао цзэдун да это ж вообще сталин и мао братья навек песня была такая все цветные фотографии в огоньке сталин и мао сталин принимает мао мао живет у сталина на на даче там месяц или два сколько он жил прямо в москве потом мао цзэдун это бандит потом дошло до конфликта на даманском полу этому даманском острове и погибло много советских солдат и китайцев много погибло вот да пишут люди знают такой тита конечно красавец кстати тита был такой то же самое мао цзэдун ну а дружбы до вражды пол шага не один шаг даже это все погано это советская русская ты продолжай рассказывать а я пока сейчас на секунду пропаду перезайду потому что я надеюсь что после этого меня чат появится какое интересное слово перезайду ты посмотри интересный перезайду эротично звучит это я могу сказать перезайду ты позже после эфира давай в эфире неудобно вот до свидания значит вот постоянно в советском союзе и в россии эти крайности то наш самый большой друг наша любовь наша радость то сволочь подонок предатель и так далее та же участь была уготована эрдогану ну как перезашла я быстро да ты просто что такое сноровка ну и как никак как там кверху ничего нет у меня еще раз со второго раза вдруг перезайдешь удачи это же надо такое слово сказать перезайду прямо я уже забыл про тита и мао цзэдуне но я вернусь к эрдогану то он то это же наш друг эрдоган потом он сбивает турки сбивают российский значит истребитель да это наш враг эрдоган все бойкот турецким курортом потом опять наш друг потом что-то эрдоган дает бариактары украине что-то не совсем друг потом помогает нам обходить санкции друг теперь он вытворил опять очередной форт или он украине помогает он говорит что надо в нато вступательным завод по производству барактаров значит ставит в украине а все на самом деле просто эрдоган очень хитрый человек которым движут исключительно турецкие и свои личные интересы из этого надо всегда исходить вчера его интересы состояли в том чтобы помогать турции россии обходить санкции американские а сегодня его интересы и продолжают эти интересы кстати пока пока на сегодня его интересы в том чтобы помочь украине стать членом нато понимаешь это же восточная политика это очень все тонко хитро сегодня одно завтра другое причем с невозмутимым лицом посмотри на эрдогана внимательно за ним понаблюдай у него даже улыбки нет на лице бесстрастно совершенно я посмотрел даже как с ним здороваются там на усе да да президент литвы принимающей стороны он его и второй рукой это вообще сумок или сума как правильно премьер-министр наших больших друзей великобритании тоже двумя руками стоит спокойно здрасте вообще никаких эмоций на лице у человека это есть турецкая политика турецкая дипломатия умудренный опытом аксакал в украине в советское время был первый секретарь союза писателей украины значит казаченко василь казаченко и делегация союза писателей приехала в туркмению и говорят сейчас у вас будет встреча с аксакалами он вышел говорит здравствуйте дорогие товарищи саксаулы вот поэтому эрдоган саксаул политики он же аксакал слушай он смотрит на них на всех на этих путина медведева мишустина они дети перед ним он серьезный парень вот поэтому он играет так как ему хочется играть играет так и нам не надо обольщаться украине тоже не надо обольщаться сегодня он так завтра может быть иначе я очень сдержанно отношусь вот пишут эрдогана нет друзей у него бизнес-партнеры которые которых он имеет по полной финансовой все правильно обольщаться не надо нам надо помнить о своих интересах а эрдоган помнит о турецких интересах вот но конечно он вставил путину нож в спину или правильнее даже будет сказать я таган конечно вставил потому что заверещали русские сми страшно просто швецию пустил нато смотри сначала отдал азовцев мы так не договаривались мы же договорились что до конца конфликта они это называют конфликтом до конца конфликта они находятся в турции мы под это меняли он нарушил слово как теперь с ними иметь дело они верещат визжат просто визг на болотах стоит потом он сказал про украину что украина должна быть в нато еще больше степень визга началась а сейчас он просто пустил швецию в нато и сам собирается в ес и покупает американские бомбардировщики вот о чем там речь идет почему эрдоган такой добренький эти последние дни потому что ему нужно было разрешение от сша зеленый свет на вступление турции в евросоюз плюс истребители самолет конечно он получил получил что мы уже обсудили а тут дальше теперь и теперь в августе как написали уже сми он ждет в гости путина и скажи что а в августе все будет вот наоборот говорить то что путин хочет слышать у меня что валера леонтьева была песня а в августе зацвел жасмин а говорят вчера или сегодня самолет абрамовича полетел туда ну правда эрдоган улетел оттуда но типа для подготовки почвы визита путина ты знаешь мне это не интересно мне не интересен абрамович мне не интересен путин уже давно кстати вот честно ты веришь вот они не интересны все я никому из них не верю то есть ну путину никто не верит но ты спроси меня верю ли я абрамовича нет конечно чувака тупо свои финансовые корыстные интересы этот такой же человек как остальные без родины без плага без света без гимна там где бабки там и он они вот эти русские олигархи они одинаковые все можно ли назвать обрамовича русским олигархом ну давай назовем условно у него типично русская у него типично русская фамилия абрамович там много людей с такой фамилии это чисто русские люди поэтому ну да назовем его русским олигархом на не верю ни одному слову никому из них никому из них не верю они ой не хочу короче по эрдоган он будет там где ему выгодно там где выгодно турции вот поэтому русским ловить нечего что касается я так думаю что русским уже с эрдоганом ловить нечего что касается визита путина в турцию то это еще большой вопрос или тур путин туда полетит давай последим может и полетит может и будет что-то пытаться ну и что путин пытался к нему прилетел целый товарищ ши как говорит арсений петрович яценюк он его называет ши 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 да си цзиньпин целый си цзиньпин прилетел к путину ну и что к чему это привело что китай оружие поставляет нет дальше что поэтому все это очень условно а мы смотрим что происходит в вильнюсе вот для нас это очень важно вот я хочу как раз к этому перейти друзья хочешь перейди сейчас вот каждую минуту мы ждем новостей потому что обрывками поступает информация и судя держишь руку на пульсе две руки на обоих пульсах и судя по всему до сих пор нет финального комьюнике касающегося украины то есть вот в какая же это газета была вот буквально полчаса назад вышла статья большая одно из крупных западных сми я сейчас не вспомню они достали снимок прямо сделали вот той части которая касается украины по нато и но они правда говорят о том что да это не не финальный вариант не остаточная версия но тем не менее то есть что мы там видим мы там увидели что не приглашение четкого например после окончания войны после победы стать украины членом нато не дороги четкой нет есть только то что ну как и в 2008 году по сути то есть украина приглашена двери открыты нато но ничего конкретного и собственно говоря это их информация подтверждена тем что вот я сейчас скажу владимир зеленский еще на пути в вильнюс самолете сделал очень жесткое заявление он буквально читал нато сейчас он уже в вильнюсе сегодня он не будет принимать как опять же и там его спикер сказал не будет принимать сегодня активного участия в публичных мероприятиях по нато так вот что он сказал похоже на то что нет готовности не пригласить украину в нато не сделать ее членом альянса а у тебя есть текст зеленского прочитай его пожалуйста олесе что у меня на украинском языке поэтому друзья я думаю что вот у нас те кто даже не понимают поймут зараз на шляху до вильнюса мы отримали сигналы про те что обговорюется формулювание без украины и я хочу подкреслить это формулювание только что до запрошения а не что до членства украины безпрецедентно и абсурдно когда немаея жодных часовых рамок и для запрошения и для членства украины и когда натом месте додается какое-то дивное формулювание про умови навыть для запрошения украины это похоже на то что немаея готовности а не запросить украину в нато а не зробить ее членом альянсу а значит залишается возможность торговать себя членством украины в нато у переговорах и с росией а для росии это означает мотивацию надалее продолжать свой террор значит что я думаю зеленский блестящий текст выдал честно блестящий это один из лучших его текстов очень своевременный он четко недвусмысленно сказал на то ребята вышел с и те россию что ли что происходит что происходит вообще хватит уже хватит бояться там некого бояться нравится мне этот текст но я тебя знаешь что скажу смотри я перед эфиром считал что в 6 часов вечера по какому времени по наверное он будет выступать зеленский там так нам надо тоже держать руку на пульсе даже две потому что я думаю что за счет своего личного контакта с лидерами стран нато зеленскому удастся ну я надеюсь на это смотри видишь я думаю обычно лидеры съезжаются туда у всех уже решение есть но мы живем в историческое время когда решение есть и тут вдруг она меняется поэтому я надеюсь на то что владимир зеленский сможет с помощью своего обаяния и напора изменить мнение большинства стран членов нато в сторону украины в любом случае мы это увидим мы это сегодня завтра увидим но мы сейчас в режиме прямого времени будем наблюдать олеся ты нам рассказывай что происходит и дорогие зрители я вас прошу в чате все очень активны я понимаю что половина пишет про олеся на декольте и возмущаются тем что полоска олеся вот это спадает на декольте и мешает все разглядеть там убери ну хотя бы тогда видишь две полоски у нас чудеса в эфире происходят тоже была полоска стала две полоски видишь никак не могу отреагировать мне чат не видно друзья то есть мой перезапор я не могу не вас на экраны вывести сегодня простите меня а что такое что у тебя с чатом непонятно но вот сбой какой-то технический у меня не видно чат это путина проделки я тебе говорю они вот эту неделю с прошлого нашего эфира лучшие умы карпелина тем чтобы убрать у тебя чат из компьютера я тебе говорю он дал им задание вот видимо ты видишь когда долго к чему-то стремятся у них иногда что-то получается в любом случае мы в режиме прямого времени будем наблюдать за тем что происходит в вильнюсе и параллельно будем отвечать на вопросы и дмитрий пишет спасибо за врожденное чувство юмора во первых кто он сказал что она врожденная во вторых том сказал что это чувство юмора да на вопросы тогда ты пожалуйста сам смотри выбирай что тебе понравится потому что я тебе как уже сказала не могу выводить так вот добавлю по поводу нато дорогие друзья мы с вами купили для вооруженных сил украины уже 30 дронов 30 разведывательных дронов джи мавик 3 fly more комбо которые так необходимы на фронте 30 дронов это много или мало конечно это немало но это и немного я хотел бы чтобы мы с вами купили для вооруженных сил украины 100 дронов 100 дронов которые так необходимо сегодня на фронте и поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча гордон шоп каждый кто что-то приобретет получит в подарок вот такую вот шоколадку и так сколько наименований моего мерча вы купите столько шоколадок вот таких повторяю шоколадок вы бесплатно получите приходите в магазин гордон шоп покупайте все что вам понравится получаете в подарок шоколадки гордон и самое главное давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли вчера дмитрий кулеба у себя фиттере написал о том что после дискуссии страны члены нато согласились с отменой плана действий подчленцев для украины на пути вступлению в альянс то есть речь идет о пдч о котором мы все знаем и который но это это процедура по соответствию разных сфер жизни в стране это касается не только военного комплекса потому что нато это военно-экономический союз и политический потому что здесь речь идет о том чтобы украина соответствовала собственно говоря ну все помним заявление байдена да перед этим который сказал о том что ну вот сейчас прям украину в нато нельзя принять потому что нужно еще и условиям там соответствовать и о коррупции он так упомянул поэтому вот пдч это ровно тот путь который страна в классическом варианте когда все спокойно должна пройти для того чтобы получить приглашение и стать членом альянса так вот кулеба сказала о том что пдч как таковое не будет применено хотя вот сегодня то что владимир зеленский уже да озвучил это ну тут совсем как бы речь ни о чем не идет даже пдч не упоминаются но я записала вот буквально сейчас перед нашим интервью очень очень интересное с инсайдами интервью с сергеем рахманиным молодец один из лучших а может и лучший политический журналист украины а сейчас и народный депутат политик он мне говорит о том что вот по его и информации ощущениям понятно что вот ты правильно сказал прямо сейчас история там пишется и мы не знаем с чем они выйдут то есть на сейчас они слетались все с одними установками но и владимир зеленский там сейчас ведет переговоры и какие-то другие истории могут привести к тому что они выйдут к с другим комьюнике к совершенно так вот рахмани на чем говорит что он считает что единственная там уступка или условно говоря приятная новость для нас по результатам саммита нато может быть то что пдч как такового не будет действительно но они просто формулировку поменяют все равно условия оставить то есть это не будет называться не пдч но тем не менее они это может называться комиссия нато украина ну к этому кстати идет они хотят дать нато хочет дать украине значит много оружия раз соединенные штаты хотят дать гарантии безопасности типа израиль как получил от сша соединенных штатов гарантии и вот создание комиссии украина нато ну посмотрим прямо вот сейчас минут 15 назад президент чехии сделал интересное заявление он сказал что окно возможностей на фронте есть до конца года а потом переговоры дима что это значит ведь это то о чем я это то о чем я говорю и я расшифрую он сказал это чуть раньше алис где-то час 15 назад наверное значит на петр павел опытный очень политики натовский генерал не будем забывать он знает что говорит я рассматриваю вообще нашу войну в глобальном масштабе в геополитическом разрезе что мы имеем выборы президента соединенных штатов двадцать четвертом году спасибо джо байден не устану говорить ему спасибо спасибо ему за помощь которую сша оказывают украине спасибо американскому народу конечно но давай представим что в кабинете байдена находится трамп представим мы остаемся один на с этими варварами понимаешь поэтому присутствие байдена в овальном кабинете белого дома для нас жизненно важно 24 год выборы президента сша есть у нас гарантия что в овальном кабинете не появится человек который скажет да что нам это украина нам надо заняться внутри американскими проблемами у нас их накопилось много давайте выйдем из из этих договоренностей с украиной давайте прекратим давать финансовую помощь что нам в америке некому давать финансовую помощь давайте оружием не помогать больше пусть договариваются пусть договариваются с русскими это их проблема может такое быть самолеты летают как самолеты летают уши знаешь на макушке все время значит может такое быть конечно может значит поэтому исходя из того что возможно все в данном направлении запад говорит украине теперь я скажу неприятные слова но я их произнесу запад говорит украине ребята у вас возможности до конца года решить все свои вопросы отвоевайте территорию сколько сможете мы вам даем для этого все сейчас и атакам все дадим и f16 все дадим кроме ядерного оружия до конца года что отвоюете ваши что не отвоюете стол переговоров это то что говорит пётр павел это то что говорят неофициально мне же рассказывают участники переговора это то что говорят неофициально лидеры западных стран без протокола ты вспомнил про трампа а вот буквально тоже на днях владимир зеленский в интервью сказал следующее это реагируя как раз на заявление трампа о том что если бы он был президентом он бы за 24 часа закончил войну в украине так вот зеленский сказал байден мог бы закончить войну за пять минут если мы говорим о том чтобы закончить конфликт ценой украины то то есть заставить нас отказаться от нашей территории я думаю что таким образом байден мог бы закончить его через пять минут но сказал зеленский что киев такой вариант естественно не устраивает да киев такой вариант не устраивает а американцы знаешь еще что говорят тоже без протокола они говорят ребята мы вас предупреждали за пять месяцев до начала войны посмотрите каких успехов достигли русские в районе запорожской области херсонской области на донбассе в возведении защитных сооружений в бетонирование укрепрайонов и в мир в установке минных полей почему нам так тяжело ну попробуй пройди минные поля эти пирамиды бетонные укрепрайоны все оборудовано грамотно построена но они тоже строили месяцев пять это все за что американцы говорят мы вас предупреждали кто мешал это сделать вы же даже не пытались вы из нас кишки тяните сейчас а вы чего не делали этого а знаешь что еще американцы говорят а чё ваш оборонпром года четыре месяца нихрена не делал и вы в результате сняли руководителя оборонпрома это же стыд и позор мы ничего не производили практически у себя ты понимаешь я уже второй завод по дронам заканчивает за это время только мощнее а знаешь что еще американцы говорят в начале войны министерство обороны практически почти миллиард долларов бросили на вооружение на счета фирм не фирм нет не вооружение не миллиарда долларов они говорят вышел охеревшие совсем поэтому байден и говорит сначала с коррупцией разберитесь это те вещи смотри мне горько об этом говорить я правду говорю говорить об этом очень горько но это правда мы должны говорить правду мы не можем врать все что угодно кроме вранья и начинаем с себя друзья мы еще вернемся к теме нато потому что мы сегодня центральная эта тема мы и обсуждаем и приходят постоянно новости самое важное мы будем вам озвучивать так что будьте с нами в эфире пока что чуть-чуть о другом хочу поговорить потому что ну как какие-то знаешь там просто разворачиваются джеймс бондовские страсти в россии вокруг пригожина военного преступника военного преступника путина мятежа пригожина оказывается уже песков об этом заявил официально потому что сначала просто сме об этом стали писать пригожин после похода на москву был на приеме у путина буквально через через несколько дней он был и по датам если сопоставлять вот эти публичные обыски на камеру изъятия которые проходили у пригожина они получается уже были после даже встречи так вот путин встречался с пригожиным и еще 34 или 35 было командиров вагнера о чем они говорили как они говорили в каком тоне просил ли кто-то прощения плакал ли друг у друга на груди или наоборот не знаю били друг другу лицо ты можешь смоделировать вообще диму эта встреча была то есть теперь это понятно точно это уже не слухи а что на этой встрече вот как себя вел путин как себя вел пригожин как себе себя вели эти орки ну да орки орки на пригорке ты вспомнила пескова ты леся знаешь что из него сыпется песок из пескова уже это не только видно но и слышно ты знаешь ну хорошо что касается моделирования не я ситуации мне трудно это сделать это гадание на кофейной гуще мы не знаем истинных взаимоотношений путина и пескова мы их не знаем конечно это подельники конечно путин руководитель этой организованной преступной группы конечно пригожин человек который имеет в обороте огромные денежные средства большая часть которых явно принадлежит не ему а путину и другим товарищам общем я кстати увидел во время обыска у него в особняке жутком безвкусном фу какой особняк у него отвратительные чисто такие ну вориши знаешь пшонки эти люди которые никогда не видели ничего хорошего с детства понимаешь и в их воображении все должно золотое быть блестеть такое без духовные люди но дело не в этом дело в том что один из таких моментов нам показали китель пригожина но я тебе скажу там орденов больше чем у брежнева я не видел это же о многом говорит да я у меня это есть у нас все ходы записаны контора пишет я сейчас нашим зрителям попробую это показать это же фантастиш дастиш фантастиш или я сейчас знаешь что сделаю я это переправлю нашему уважаемому модератор который нам модератор вы нас слышите да я вас слышу который всем это покажет то есть сейчас я ему переправлю то есть ты понимаешь брежневские времена все ржали над тем что леонид ильич сгибается под тяжестью своих орденов и медалей у него там звезд было 5 у этого уже три звезды он может уже практически напоминает армянский коньяк пригожин уже три звезды наш модератор уважаемые силы получили вы просто в один из моментов покажите нам чтобы полюбовались китель у него слышишь с орденами и звездами но это же человеке говорит значит что у него там в голове у него звезды в голове понимаешь бабки и звезды что я думаю я думаю что во время этой встречи в кремле пригожин и его командиры клялись путину верности я думаю что примерно это выглядело так отец отец родной там мы же за тебя в вагоне в воду мы же не против тебя протестовали мы против этих шайгу и герасимова которые тебя отец подставляют да не ты посмотри как мы воевали и как воюют они да они ж тупые они ж не в состоянии отец выполнить твою волю ты же мудрым своим перстом предначертал как надо воевать как надо брать украину за три дня ты же мудрейший из мудрейших умнейший из умнейших а они что они тебя вводят заблуждение вот посмотрите друзья посмотрите но брежнев это не пригожин это брежнев посмотрите какой прекрасный китель у него фантастиш фантастиш так символично все правильно это ж это ж каким надо быть сумасшедшим чтобы на полном серьезе держать у себя дома китель с таким количеством орденов и с тремя звездами он его наверное одевает еще все можно забирать спасибо товарищ модератор я знаю одного из бывших руководителей украины не назову его фамилию потому что это будет нечестно потому что я это видел он не как бы доверял это назвать его фамилию это нарушение моих внутренних правил так вот этот один из бывших руководителей украины он очень любил ордена разных стран и украины и разных стран у него они все были четко прикреплены к костюм к пиджаку костюмному да и он любил надеть этот пиджак с вот этим орденскими всеми делами и показать друзьям вот он мне показывал это он ходил показывал это ужас что надо я говорю иметь в голове чтобы вот так вот кичиться орденами еще и тремя звездами ты что маршал жуков я не знаю кто ты маршал рокоссовский я не знаю кто ты есть такой ну неважно хорошо значит я думаю что они клялись в вечной любви и преданности путину говорили что весь их марш был нацелен на то чтобы взять захватить герасимова и шойгу и отец в одной ты скажи что мы сделали не так мы готовы покаяться но эти мерзавцы они тебя позорят ну скажи что надо как надо себя вести мы так и будем вести вот и все исходя из этого мы видим что не пригожина не вагнеровцы в беларуси так и нет то есть это тоже был еще один акт морализонского балета на вот они все негодяи в рунишки что путин мелкий в рунишка что лукашенко мелкий в рунишка такие себе наврали порадовали что наврали поржали пошли дальше ну вот что интересно сегодня тоже появилась информация днем о том что пригожин из питера летит в москву то есть надо предполагать что он опять вызвал его к себе путин а это уже теперь я перехожу к другому своему вопросу владимир зеленский вот тоже вчера или позавчера он интервью давал он сказал что повторение этого мятежа будет скоро что это была только первая серия и в россии есть люди которые готовы довести дело до конца потому что путин слаб и очень много там недовольных то есть наверняка когда он так говорит он на что-то опирается кто это может быть я не знаю кто это может быть зеленскому виднее потому что у него есть прямые донесения спецслужбы не только наших что касается почему пригожин летит туда опять тоже не знаю это может быть все что угодно может он и не к путину летит в любом случае при у пригожина есть что сказать он наверняка сказал это я взял бахнут а их сейчас оттуда выгонят я взял а они сдадут понимаешь что там алиса пишут ну вот пишут что сегодня будет выступление владимира зеленского планируется но выступление перед перед вот как раз только что выступление началось и я вам вот прямо буду поглядывать я вам сразу самое главное расскажу он будет выступать перед участниками митинга и концерта поднимем флаги за украину в нато который пройдет на лукишской площади вильнюса так что друзья дима ты пока рассказывай 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 а я буду дима дима ты трэнди а я буду смотреть что там нового в вильнюсе да называй вещи своими именами по зрителями по трэнди пока будешь будешь трэндить и вообще сейчас перезайду перезайду да это звучит с угрозой я бы даже сказал хорошо давай идем дальше но наверное сначала стоит сказать что мы 39 минут в эфире 11 тысяч двести тридцать зрителей нас всем спасибо традиционное хоть сегодня не вижу ваших комментариев но знаю что вы мысленно с нами и поэтому лайкните это видео а еще лучше обратите внимание дима тут тут половина комментариев все равно о тебе не все можно даже озвучить пишут что у тебя и губы не свои что это пластическая операция вот да и тут и то тоже не свое пишут дима сколько я тебе денег сэкономила потому что все от природы а вот если бы надо было все делать да да это чистая экономия все правильно зариться можно было да и меня еще разорить ладно если ты б разорилась так меня можно было бы разорить ты понимаешь это намного хуже эти друзья смотрите между нами с олесей вы видите прямоугольничек qr-код написано донат на дроны для в ссу я всегда говорю о том что мы совместно с генеральным штабом вооруженных сил украины у нас программа называется в народе и так назвали мне понравилось гордрон вот мы собираем деньги на дроны для сбройных сил украины дроны и самые лучшие дроны которые так необходимы сегодня называется диджей мавик 3 fly more комбо значит на сегодняшний день уже 61 дрон приобретен для сбройных сил украины 61 ребята это но это красиво это мощно я не могу не похвалить наших зрителей наших покупателей интернет магазина гордон шоп ну и нас потому что деньги на которые покупаются дроны состоят из трех ручейков один наши средства собственные второй деньги часть денег которые получаются от продажи моего мерча в интернет магазине гордон шоп идите туда идите прямо сейчас магазин мерча раскупайте все пока есть вот конфет гордон в шоколаде птичье молоко и яиц гордона в шоколаде в золотой пирамиде до футболок и вообще этих боже как они подушки короче большие подушки в полный рост да там все и третий ручеек ручей это деньги которые собирают наши прекрасные замечательные зрители во время вот таких стримов прямых эфиров как сегодня у нас с олесей пожалуйста у меня цель есть я очень хочу чтобы мы собрали на 100 дронов для сбройных сил украины пожалуйста у кого есть желание приложите пожалуйста а камеру вашего мобильного телефона к qr-коду из аденате на дроны это чисто это честно это абсолютно вот просто как слеза ребенка там ни копейки не уходит налево я почему не люблю фонды эти всякие там черт ногу сломит что там куда идет здесь все очень просто это монобанк банка так называемая каждый входящий туда видит деньги на счету как они идут они идут прямо со счета безналом в магазин дронов с магазина приезжают ко мне в офис из офиса у нас есть соответственный от генштаба приезжают люди из конкретные бригады везут конкретное количество дронов и нам передают из бригад акт приема передачи подписанный командиром бригады и благодарности там уже кто как пишет или говорят мы все это публикуем у меня в инстаграме трогательно то что очень много люди вообще донатит от от 20 гривен есть конечно мега серьезные какие-то донаты олесь у нас 5000 долларов или евро не помню 5000 евро евро пять тысяч евро человек какой-то прислал шестьсот пятьдесят тысяч гривен человек прислал вообще фантастика потом слушай шестьсот пятьдесят это огромные деньги между прочим огромные потом на 10 дронов сразу прислал космолота крупный единовременный донат космолота да донат и я после этого сказал уважаемый бизнес если ты честный чистый прозрачный и патриотичный все кто задонатит на 10 и больше дронов вот сюда вот на монобанку на банку монобанка я всех буду рекламировать вот я видите я из эфира в эфир говорю космолот спасибо спасибо пусть все знают что вы классные что вы вот 10 дронов вот так проплатили все кто проплатит 10 дронов про всех буду говорить из эфира в эфир ролик сделаю про вас топ ролик запишу чтобы весь мир знал нас смотрит весь мир чтобы весь мир знал что вы правильные пацаны и девчонки а вот ну и отдельная благодарность от ребят на фронте где они спасаются ну конечно конечно и в конце я еще в конце моего монолога этого пока алиса смотрит что там в вильнюсе чуть не сказал вильнюсе вильнюсе происходит да я скажу что в конце октября я еду лечу в соединенные штаты америки впервые я покину территорию украины с начала полномасштабного вторжения российской федерации у меня будут творческие весе не надолго тут я так сказал покину на на немножко просто на творческий очевид а и обратно сразу пару недель буквально может меньше 가장 творческие вечера и обратно да у меня будет 8 творческих вечеров да пару недель придется конечно 8 творческих вечеров самых крупных городах соединенных штатов в крупнейших залах творческих вечера, как обычно в Украине, я проводил при аншлагах до войны, вопросы, ответы, общение со зрителями, книги буду подписывать. Значит, называю города с конца октября Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Филадельфия, Майами, Сиэтл и Лос-Анджелес. Милости просим всех, с удовольствием пообщаюсь, я знаю, у нас огромная аудитория в Соединенных Штатах Америки, и с удовольствием пообщаюсь с теми, кто любит Украину и хочет, чтобы мы поскорее победили эту гадость. Наша главная цель это привезти дроны из этой поездки и воплотить Димину маленькую мечту, а именно 100 дронов, большая армия для Украинского фронта. Слушай, а может быть и больше получится? Наверняка получится больше, я скромно молчу, но говорю, ну надо 100. Дорогие друзья, мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Gordone Shop. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок? Вот таких, повторяю, шоколадок вы бесплатно получите. Приходите в магазин Gordone Shop, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Gordone. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Значит, друзья, во-первых, вот все, кто нас сейчас смотрит, может только что присоединился, оставайтесь с нами, потому что мы обсуждаем сегодня вот все, что за неделю самого важного произошло, но и мы обсуждаем то, что в эти секунды происходит в Вильнюсе на историческом саммите НАТО. Поэтому вся самая важная информация, поверьте, если вы нас сегодня смотрите прямо сейчас, она от вас не ускользнет, потому что я параллельно мониторю, мне редакторы говорят, есть ли какие-то очень важные заявления или там телодвижения кого-то. Вот прямо сейчас Владимир Зеленский выступает на митинге, где Украина, за Украину в НАТО. Пока что он поблагодарил литовцев за потрясающий фантастический прием, потому что все, кто там сейчас находится, отмечают, что с самого аэропорта ты приезжаешь, такое ощущение, что в Украину. То есть украинских флагов на дорогах, в аэропорту, на главных улицах, там, где все официальные мероприятия НАТО, украинских флагов больше, чем флагов принимающей страны и, соответственно, всех флагов НАТО. И это, конечно, не может не радовать. Он поблагодарил литовцев, он сказал украинский пропор и на вулыцах Литвы, означающий, мы уже союзник, и Украина, захистите свою и вашу свободу. Дальше мы его продолжаем слушать, и когда будет еще что-то интересное, мы вам обязательно скажем. А пока, Дима, хочу процитировать Кирилла Буданова. Вот он в интервью Reuters вчера, интересно я сказал про Пригожина и Вагнер. Во время бунта пригожинские вагнеровцы хотели захватить ядерное оружие, которое размещено на базе Воронеж-45. Что он говорит? Что они продвинулись намного вглубь России, чем считали сначала, что приблизительно за 100 километров от ядерной этой базы они были, что боевики Вагнера дошли одна из групп до самой этой базы, и уже, собственно говоря, их цель была забрать одну из ядерных боеголовок советского образца и дальше или шантажировать, или повышать ставки, то есть мы не знаем, что они хотели с ней делать, но что их остановило? Он говорит, что единственным барьером между вагнеровцами и ядерным оружием стали двери этого ядерного бомбосховоща. Оружавые? Ну, наверняка, потому что советские. Они просто оказались закрыты, эти двери, и в техническую часть этого хранилища они так и не попали. Скажи мне, пожалуйста, для чего Пригожину ядерная бомба? Ну, слушай, для вескости своих намерений. Одно дело, он идет на Москву с бронетранспортерами, танками, панцирями на крышах своих машин и с вооруженными до зубов бандитами и совсем другое дело, он идет на Москву еще с ядерной боеголовкой. Я не знаю, удалось ли бы ему боеголовку прямо взять, ну, это серьезный шаг, но, слушай, ну, возможно, смотри, я вообще ничему не удивлюсь, возможно, все. Ничего, помнишь, песня была, в любви ничего невозможного нет, возможно, все. Мы говорили с Димой минут 15 назад о переговорах, о которых уже президент Чехии сегодня упомянул, возможных переговорах, если до конца нового года, вернее, когда вот будет конец года и будут понятны результаты украинского, по крайней мере, этой волны украинского контрнаступления, хотя украинская власть подчеркивала и продолжает подчеркивать, в принципе, что никаких переговоров с агрессором до того, пока русские оккупанты находятся на наших территориях, на всей нашей территории, включая Крым и Донбасс. Но, что интересно, Владимир Зеленский, опять же, вот во вчерашнем своем интервью, которое он давал ABC, сказал о том, что Путин запросится на переговоры тогда, когда украинская армия зайдет, подойдет, выйдет на границу, Крыма, да, вот Крыму подойдет. Это он сказал журналистке, комментируя визит Бернса, главы ЦРУ в Киев, и вот там, да, как отмечает ABC, Зеленский не опроверг сообщение Вашингтон-Пост о том, что украинские чиновники сказали директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время недавней поездки в Киев, что цель контрнаступления заключается в том, чтобы подойти к границе с Крымом, а затем заставить российского диктатора начать переговоры. Дима, как бы ты это прокомментировал, учитывая то, что вот я уже сказала, и то, что и украинское общество, и украинский народ стоит на том, что переговоры после того, когда на украинской территории не останется русских солдат. Давай разложим логически. Если Украина выходит на админграницу с Крымом, значит, она уже выкинула фашистов из Херсонской и Запорожской областей, правильно? Если Украина выбрасывает их с Запорожской и Херсонской областей, это означает огромное осложнение внутриполитической ситуации в России. Ты представь, представь, Бахмут мы заберем назад, что там будет? Вот представь истерику. Как? Так мы что? Мы же его взяли, а не опять там, понимаешь? Бахмут. А если Запорожская и Херсонская там часть областей, которые сейчас временно оккупированы, уйдет под контроль опять Украины, но обостриться все там, конечно, обостриться да нельзя, раз. Второе, когда мы выйдем на админграницу с Крымом, Крым будет как на ладони, он будет простреливаем всем, что у нас есть. Ты же видишь, что больше с Путиным никто не церемонится, в том плане Макрон сегодня объявляет, мы дадим дальнобойные ракеты. А некоторые издания написали, что уже дал. Через полтора часа оказывается, что они уже есть. И русские, я смотрю, русские эти военкоры на говно зашли, они вообще уже с нами не считаются. Это что, за полтора часа привезли ракеты, или они уже давно балаболы, сволочи, ну, такое все, понимаешь? Поэтому, ты представь, Крым весь простреливаем, крымский мост простреливаем, все, ну, все, и плюс тяжелая внутриполитическая ситуация в России, конечно, вот тут переговоры. пошли вон с Крыма, репарации то-то-то, ну, и что-то им, конечно, тоже какую-то плюшку кинуть. Это для чего? Это для того, чтобы избежать жертв при заходе в Крым. Ну, и дальше же Донбасс тоже освобождать надо. Я думаю, что все будет параллельно идти, у меня такое есть ощущение. 12 065 зрителя нас смотрит. Друзья, спасибо, что вас становится все больше, и больше. Загадочная, прям могу сказать, уже серия убийств, смертей происходит в России, именно в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, который запускал по Украине калибры. Речь идет о капитане 2-го ранга и командире подлодки Краснодар Станислав Ржицкий его зовут. Он был на утренней пробежке. Какой-то человек подкараулил его и засадил у него 7 пуль. Естественно, он скончался. Того, кто его убил, так и не нашли. Нет, русские уверяют, что нашли. Вот свежее сообщение. Ну, я пока не видела доказательств. Да, Соловьев пишет, что нашли. Этот человек, вот я напомню зрителю. Если можно назвать его, конечно, русским. А я скажу, если можно назвать его, конечно, человеком, этого Станислава Ржицкого. Так вот, он... Не-не, я про Соловьева. Там вообще сомнений нет. Он, когда командовал вот этой подлодкой Краснодар, он выпустил калибр, крылатые ракеты по Виннице. Это было сделано 14 июля 22 года. И тогда, я напомню, погибло 27 мирных жителей. А ранено было более 200 человек. Ну, то есть, абсолютный мясник, абсолютный военный преступник, серийный убийца. Ну, вот сейчас такая новость. И сразу же вдогонку, вот тоже буквально несколько часов назад новость пришла. Генерал-лейтенант российской армии оккупантов Олег Цоков. Цоков. Да. Убит в районе Бердянска. Мор какой-то, да, у них у оккупантов? Смотри, нет, это не мор, это целенаправленная работа. Цоков этот, он находился в гостинице такой, в курортной зоне Бердянска, куда прилетело сегодня. Там много находилось русских, и они все дружно были ликвидированы. Что касается этого Ржицкого, ты понимаешь, я когда слышу про то, что погибают такие варвары, которые бросают ракеты на наши города, я вспоминаю детский стишок. Умер Максим, ну и с ним. Положили его в гроб, ну и мать его. Вот это о таких, как он. Это не может не вызывать радость. У меня вызывает радость. Гибель таких негодяев вызывает у меня радость. Пусть мне говорят, что я циничный, что я плохой. Нет, я радуюсь, конечно, когда они погибают. Потому что только отбитые негодяи могут бомбить мирные украинские города и убивать мирных жителей, детей в том числе. Они что, идиоты? Они не понимают, что не мы на них напали и они защищаются, а они форменным образом напали на независимое государство и творят геноцид украинцев, разрушают инфраструктуру, убивают людей и военных, и мирных. Я просто хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем, кто нажимает на гашетки, когда ракеты пускают на украинскую территорию, кто летает на самолетах и вертолетах над украинской территорией. Вы должны четко понимать, что у нас работают спецслужбы очень хорошо. Это уже западные спецслужбы, созданные наподобие МОСАДА. Есть еще секретные спецслужбы, которые занимаются специально вами. Я понятно говорю, ну вы же высшее учебное военное заведение заканчивали, я же говорю, предельно понятно, мне кажется. Вами конкретно, каждым из вас занимаются. Все ваши адреса, телефоны, явки, бабы, жены, все переписаны, все известно, где вы можете находиться. вам еще что-то надо добавлять? Смотрите за Ржицким, смотрите за остальными. Все, кто бомбит нашу территорию, кто несет смерть украинцам, все ответят. Принципиально все, каждый. Кто-то улетит на небо, кто-то в трибунале будет, кто-то пожизненное отбывать будет. Поэтому решайте сами, котики, или вы будете дальше бомбить, или вы будете отказываться от этого, убегать, уезжать за границу, не знаю. У вас головы на плечах, сейчас скажу, у вас головы на плечах должны быть. Если вам ваша жизнь дорогая, если нет, ну давайте, слушайте, может вы давно ищете повод покинуть нас. Ну пожалуйста. Ой, с удовольствием. Теперь по поводу программы. Расскажи, Лесь, у тебя очень хорошо получается программа «Хочу жить», да? Да, это программа Министерства обороны Украинского ГУР, официальная и государственная программа для тех российских оккупантов, которые хотят сдаться в плен. В украинском плену для тех, кто сдался и обратился по этой программе «Хочу жить», во-первых, ждет человеческое обращение, никаких пыток, трехразовое питание, медицинская помощь, ну, фактически курортные условия, в отличие, кстати, от тех условий, которые в российском плену, да, и есть, и мы об этом знаем. Так вот, украинская армия, украинское государство соблюдает все законы, чтит эти законы, и если российские военные хотят сдаться в плен по этой программе, у них будет такая возможность, более того, у них будет возможность попросить об убежище, то есть, если они не захотят возвращаться в Россию, у них будет возможность попросить об убежище, и это для подавляющего большинства возможность не только остаться живым, а и не прийти, если удастся выжить, не прийти инвалидам, не прийти без рук, без ног, а выжить. Так вот, под этим видео мы оставим ссылку для тех, кто хочет, или может быть, кто-то из родственников, из друзей, вот для тех, кто хочет, пойдите и почитайте об этом. Что сейчас происходит на полях НАТО? Хочу сказать, что вот Йенс Толтенберг сделал еще одно заявление, он сказал о том, что Россия и терроризм это главные угрозы для НАТО, то есть, он очень правильно расставил акценты и, собственно говоря, поставил знак равенства между Россией, Россией, не Путиным, а государством России сегодняшним и терроризмом. Да, все правильно сказал, молодец, хватит уже двойных стандартов, ну, многие западные страны давно от этого избавились, надо называть вещи своими именами. Страна, государство-террорист под названием Россия хочет терроризировать не только Украину, пусть никто не обращается, Украина это промежуточная станция была в их рассуждениях. Поэтому с террористами надо, как с террористами, ничего нового я не сказал. Когда Байден, Джо Байден, кстати, с ним тоже будет встречаться, Владимир Зеленский, двусторонняя встреча запланирована, когда он сегодня встретился в Вильнюсе с президентом Литвы на уседой, он сказал о том, что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. то есть Джо Байден еще раз недвусмысленно заявил о том, что если не дай бог Путин, потому что постоянно же и устами пропагандистов российских, и всяких депутатов во власти, которые они говорят о том, что вот мы будем то они Польшу собираются бомбить, то Лондон, то Париж, то на Вашингтон, и причем ядерные боеголовки отправлять. Кстати, что далеко ходить, смотри, Медведев уже в который раз в ядерном просто бреду, в истерике заходится и рассказывает, что Россия будет всех уничтожать. Олесь, ну если бы мы так пили, мы бы тоже чертичо несли. Он спившийся алкоголик, вообще пропившим мозги уже давно, если они у него были. А он еще и нюхает, вроде бы. Нюхает? Носки? Нет, если бы носки, было бы, наверное, лучше. Ну не свои Путина носки, наверное, нюхает. После того, как поцелует. Или до того. Это надо, кстати, уточнить, это важный момент. Ты понимаешь, вообще на заявление Медведева не надо обращать внимания, это вообще никто. И звать его никак, ну вообще никто. Даже говорить о нем не хочу. Больной? По поводу еще заявлений Столтенберга, он сегодня обратил внимание на ядерную угрозу. Он сказал, что НАТО мониторит внимательно ситуацию с перемещением ядерного оружия в Беларусь из России и ситуацию на ЗС. он сказал, что Россия должна знать, что ядерная война не может быть развязана и что он сказал, что если не дай бог что-то произойдет, то Россия будет нести всю ответственность за это. Но конкретно он не сказал. Какую? Какую? по внутренним контактам межправительственным а у Соединенных Штатов у России и Соединенных Штатов огромные контакты, чтобы мы не были наивными. У них есть линии, по которым эти контакты оживленно идут. Все уже давно передали. Это просто декларативно еще раз на всякий случай сказали для тех, до кого может не доходит, что если они это сделают, они будут нести ответственность. Чуть-чуть посмешу тебе таких новостей, которые наших зрителей немножко расслабят. Лишь бы не послабили. Нет. Просто расслабят и просто настроение поднимут. Как помнишь, Задорнов когда-то в шутку говорил, реклама слабительного слабит мягко, не нарушая сна. Этого мы всем тем сейчас, кого мы будем обсуждать и желаем. Симоньян написала вчера или позавчера пост, это после событий с Эрдоганом. Бобры уже посты пишут? Научилась, причем, да. Матушка, неужели мы это проглотим? Ну, естественно, после такого поста не мог интернет не отреагировать кучей эротических мемов. не все проглотит, нет, Симоньян, нет? Нет, то, что она не доглотит, ей поможет сделать Киркоров. В Италии Киркоров, который обожает и поддерживает Путина и убийства украинцев, нормально себе на вечеринке Дольче Габбана с основателями Дольче Габбана развлекается, фотографируется, руку Дольче Габбана этим жмет. Притом... Не Дольче Габбана, только Дольче он пожил руку. Послушай, это же о нем написал Андрей Данилко песню «А я иду такая вся в Дольче Габбана». Это Киркоров имелся в виду. Такая вся. Слушай, ну вот серьезно, а сколько их будут выпускать вообще за границу, если даже вот смотри, тут еще что важно. До этого, ты помнишь, когда у них там начался типа запрет, ну как запрет, просто санкции и все бренды, которые себя уважают, сказали, мы уходим из России, вынуждены. Он же публично сжигал какие-то вещи, а Дольче Габбана говорил, что никогда снова, он же весь с ног до головы во всех их коллекциях. Ну, собственно говоря, почему они его приглашают? Потому что он делает им огромные кассы, то есть он выкупает там все, что они специально для него шьют. Но и после этого он опять же у себя прошло время, он опять у себя в Инстаграме уже для всех своих, которые, ну, даже зрители еще не помнят, что ли, он в тех же вещах Дольче Габбана хвастается, ему жмут руки, эти дизайнеры. Вот, ну, ну как это, объясни мне. Мне всегда не нравилась эта фирма. Не спроста, Олеся. Не спроста. Смотри, значит, я неоднократно уже говорил, я повторю еще раз. Я считаю, что граждан Российской Федерации надо прекратить пускать за границу цивилизованные западные страны, кроме тех случаев, когда. Значит, нужно создать специальную заготовку, программу, такую, видео. Хочет человек въехать на территорию западной страны, той же Италии, на границе он должен под запись сказать, условно говоря, чей Крым, как он относится к Путину, что он думает о независимой Украине, права ли Россия развязав войну против Украины и так далее, и так далее, понимаешь? И это все выкладывается в общий доступ, чтобы все смотрели. Не можешь сказать, пошел вон, сиди у себя на болотах. Я выставил в Инстаграме потрясающий ролик Соединенные Штаты Америки, русская православная церковь, ведут люди на праздник туда, и корреспондент «Голоса Америки» начинает их спрашивать, что вы думаете о войне? Но они такое несут, я тебе скажу. Зачем им находиться в Америке? Едите в Россию, несите это там. Зачем им находиться в Америке? Это же враждебная страна. Поэтому я бы подходил очень жестко к этому вопросу. Это недоработка правительств европейских и американского правительства. Кстати, когда мне друзья говорят, в Израиле все вещают российские пропагандистские каналы, это что? Там же у многих пенсионеров, бывших жителей СССР, крышу снесло. Они... Чистая вата. Ты знаешь это? Чистая вата. Потому что, ну что, 80 лет, полумаразм уже, смотрит Соловьёв, и всё. Что там Зеленский говорит? Значит, он на своём выступлении ещё подарил Литве флаг украинский из Бахмута, боевой, привёз. Очень хорошо поблагодарил Литву за помощь, за поддержку Литовского народа. Да, Литовцы молодцы, да. Что он ещё сказал? Сьогодні я поїхал в дорогу сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. У НАТО, яке не сомневается, не втрачает час и не озирается на будь-якого агрессора. И я хотел бы, чтобы эта вера стала впевненностью, впевненностью у решениях, на которые мы заслуговываем. Мы вси заслуговываем, которых очікует каждый наш воин, кожна наша маты, кожна наша дитина. И хіба це, за велико бажання, НАТО дасть Украине безпеку. Украина зробить альянс сильніше. Шлове укравнай, шлове летувай. Ну, это дань уважения, то есть это на литовском языке. Да здравствует, наверное, Украина, да здравствует Литва. Да, да, да. Он завершил своё выступление. Завершил уже. Ну, хорошо, прекрасно. Не, у него выступление всегда на высоте, тут говорить даже не о чем. Спрашиваю к мене об интервью с Леонидом Буряком, которое вышло вчера на ютуб-канале в гостях у Гордона и на ютуб-канале Дмитрий Гордон. Ребята, все, кто неравнодушен к футболу, кто неравнодушен к великим личностям в футболе, киевскому динамо, к сборной, ко всему, вот что и составляет это слово ностальгия, советую искренне посмотрите прогулку по Киеву. Мы гуляем с Леонидом Буряком по Киеву, вчера ему исполнилось 70 лет, выглядит он чуть лучше меня. Я вам скажу. Он реально прекрасный. Я в свои 86 выгляжу похуже. Вот, видите, синяки под глазами от недосыпов. Постоянно эта тревога сука ночью воет, не дает спать. Вот, ну ничего, ничего, мы это переживем. не хотелось не хотелось тебе прерывать просто. Это правильно, молодец, не прерывай меня никогда. Я хочу процитировать сегодня министр обороны Германии Борис сказал на полях тоже НАТО, сказал о том, что Германия поддерживает стремление Украины в НАТО. Вот это повитрена тревога, да? Это сегодня вторая или третья? Нет, за сегодня это уже четвертая, наверное. Так, Дима, Дима куда-то пропал. Вот сейчас появился. Я есть, я отключил просто, да? Вместо повитренной тревоги ты отключил наш эфир, но ты быстро появился. Нет, я эфир не отключал, я отключился сам, ты была там. Это тебя, ну, меня, да, ты же меня не мог отключить. Молодец, так я не эфир отключил, я отключил себя, будь точна формулировка. Из эфира, конечно, ты у себя отключил эфир, я очень... Олеська, из эфира. Эфир в шоколаде. Да, да. Что сказал министр обороны Германии? Да. Что самые большие инвестиции, которые придут в Украину, будут только после вступления Украины в НАТО. То есть сейчас рассчитывать на какой-то, на то, что большой бизнес придет и будет вкладывать деньги, которые, ой, как нужны нашей экономике, инфраструктуре, нашему бизнесу, нашему росту и развитию, вот сейчас на это надеяться не стоит. А только после вступления, даже не после нашей победы, понимаешь, он сказал, а формулировка после того, когда Украина станет членом НАТО. Почему? Потому что тогда только будут гарантии, что не повторится нападение России. Не только это, Олесь. Все просто. Ну, представь себя, вот ты бизнесмен, который живешь там в Швейцарии или в Соединенных Штатах. У тебя есть деньги. Тебе говорят, вложи в Украину. Там быстро оборачивается все, окупается, окупаемость быстро. Ну, ты же бизнесмен серьезный, ты начинаешь рассуждать, так, Украина в войне. Что же я буду вкладывать, это же риски. Дальше. Война закончилась, Украина не в НАТО, а вдруг опять попрут русские. И третий момент. Украина не имеет правильной судебной системы. Это же крайне важно. Когда представитель Верховного Суда был пойман на взятки в 3 миллиона долларов в военное время, что думают вменяемые нормальные люди в нормальных вменяемых странах? Ну, это бацвана какая-то. Не может человек в военное время брать взятки. Я не знаю, наверное, может, но тогда это страна третьего мира. А тем более представитель Верховного Суда. Ну, я так думаю. Поэтому это все составляет риски. Когда входишь в бизнес, входит в какую-то страну, он должен видеть прозрачную судебную систему, не коррумпированную. Это прежде всего, что интересует любого инвестора. И, конечно, отсутствие рисков военных, связанных с войной. Ну, вот, появилось, друзья мои, появилось заявление НАТО по Украине на официальном сайте НАТО, опубликовано. Саммит НАТО принял решение по сближению с Украиной. Страна станет членом Альянса без ПДЧ. Цитирую. Союзники согласовали пакет из трех элементов, направленных на сближение Украины с НАТО. Он включает в себя новую многолетнюю программу помощи, призванную содействовать переходу украинских вооруженных сил с советским стандартом на стандарты НАТО и помочь в восстановлении сектора безопасности и обороны Украины, покрывая такие важнейшие потребности, как топливо, оборудование для разминирования и медицинские материалы. Также лидеры НАТО договорились о создании Совета Украина-НАТО в первом заседании, которого примет участие Владимир Зеленский. Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования о плане действий по членству ПДЧ. Генсекретарь Йенс Толтенберг считает, что это сильный пакет для Украины и четкий путь к ее членству в НАТО. Также лидеры Альянса приняли самые всеобъемлющие планы обороны с момента окончания Холодной войны, сказал Генсек. Новые региональные планы, разработанные для противодействия двум основным угрозам НАТО России и терроризму, предусматривают наличие 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, включая значительную боевую мощь воздушного и военно-морского флота, проинформировал сайт НАТО. Ну, Олесь, смотри, по результатам то, что принято, что касается в отношении Украины, это то, о чем мы с тобой говорили вначале, а что другого мы могли ждать, это победа, я считаю, что это победа Украины, у меня настроение хорошее, но мы не могли ждать, что нас примут сейчас в НАТО, это исключено, потому что принятие Украины в НАТО с частью оккупированной территории говорит о том, что согласно туда пятой статье НАТО должно вести боевые действия сразу же после России, против России, то есть это купить билет на войну, значит, это значит купить билет на войну, но они еще не выжили из ума, чтобы из своего прекрасного настоящего начинать боевые действия с этим медведем тупым, вот, тупорылым, я имею ввиду Россию, если кто не понял, поэтому исключено, они сказали, да, мы берем Украину в НАТО, после окончания войны, логично, вот комитет, который будет, Украина-НАТО, который будет, знаешь, чем заниматься, приведением законодательства украинского к нормам НАТО, чтобы не было коррупции у нас, чтобы не воровали на армии, на войне, чтобы вооружение было уже натовское, то есть вместо ПДЧ сближаемся, сближаемся, сближаемся и наконец приходим туда, ну, да, да, это победа, и особенно победа, это я представляю себе пакеты финансовой помощи и оружейные, которые сейчас там принимаются, поэтому, нет, фу-ту-тфу, единственное, что я хочу, я хочу как можно быстрее Атакамсы и самолеты F-16 в большом количестве, как можно быстрее, все, вот это меня интересует, меня больше ничего не интересует, Атакамсы, чтобы долбить по этим оркам и самолеты F-16, чтобы сбивать их авиацию, их ракеты, их авиацию, это крайне важно, потому что они доминируют в воздухе, а при доминировании в воздухе говорить об успехе контрнаступления не приходится. Вот еще, Камюнике, вышел, пока мы с тобой говорим, Камюнике вышел, опять же, на сайте НАТО уже итоговый текст Камюнике с саммитом НАТО, сейчас текст будет опубликован нами, но вот то, что мы уже видим, цитата из Камюнике, мы пригласим Украину, когда союзники будут готовы. Друзья, как только новость будет у нас на сайте, я вам ее зачитаю полностью, а пока что я еще скажу, что вот кроме того, что мы сегодня узнали, что Франция дает дальнобойные ракеты Украине, то есть реально... Дала, Алис, очень много сегодня новостей о том, что каждая из стран приехала туда на саммит для Украины с какими-то подарками, реальными, ощутимыми. Кто-то увеличил бюджет для Украины годовой, вот следующий там в четыре раза, Германия, между прочим, на 600 миллионов евро озвучила пакет, в который входят несколько новых патриотов, что важно, да, то есть то, что помогает нам закрывать небо. Два вроде, да, патриота? То, что помогает нам закрывать небо от русских бомб. Да, да, это очень важно. Ну что, Дима, получается, что вот все то, о чем мы говорили в начале эфира, в принципе, так это, так это и опубликовано, так это и согласовано. Друзья, ну что, чудо не произошло, чтобы что-то перевернулось, все хорошо, все хорошо. Чтобы что-то перевернулось из того, ну смотри, чтобы что-то перевернулось из того, что мы прогнозировали, зная уже информацию, да, и настрой основных стран, член, член НАТО, но мы же надеялись, что оно вдруг еще вот что-то произошло где-то в глубине души, что-то произойдет и нам скажут вот такое-то число и вы член НАТО. Ой, все будет. Ну, ну не, ничего, ничего, то есть реальная помощь, поддержка, мне очень нравится то, что они сказали о главных угрозах для НАТО и что главная угроза не что-то эфемерное, не Китай, не еще что-то, а Россия, Россия и терроризм, и между этими двумя сегодня понятиями НАТО поставила знак равенства, то есть НАТО очень адекватно оценивает обстановку в мире и тот, кто сегодня представляет главную угрозу. Ну что, Дима, у тебя еще есть вопросы? Нас смотрит 13671 зритель, мы всем благодарны, дорогие друзья, спасибо вам, что вы предпочли наш эфир, хорошей погоде, мы победили хорошую погоду с Олесей, спасибо, нет, все, пойду готовиться, у меня сейчас следующее интервью, а потом следующее, ты же знаешь, вот, одно другого интересней, друзья, спасибо, Олеся, спасибо и слава Украине. Героям слава, друзья, увидимся с вами, как всегда, в следующий вторник в 18.00, ставьте себе напоминалку, мы вас будем ждать. Хороший вечер.